Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с самыми актуальными новостями. Ну вот, армянские СМИ опубликовали, сколько было у них погибших с 11 ноября 2020 года. Было убито не менее 66 армянских военнослужащих. Сейчас зачитаю, что тут пишут. Не менее 66 армянских военнослужащих, добровольцев, резервистов были убиты. С момента вступления в силу трехстороннего заявления. Это было подписано 11 ноября 2020 года. 24 из них это боевые потери во время инцидентов. Ну когда вот перестрелки сейчас, много было перестрелок на границе. Вот 24 убиты. 42 пишут не боевые потери, самоубийства, автокатастрофы, убийства с нарушением правил обращения оружия. Вот тут пишут трое пропали без вести. А, там у них, да, пропали и до сих пор найти не могут. Так, эти, которые двое выехали на машине и они были без оружия. Пишут, что в министерстве обороны не исключает, что их пленили азербайджанцы. В общем, поехали дальше. Вчера как раз обсуждали ролик, где был обстрелян армянский пост. И вот мои подписчики пишут. Армяне никакой пост не освобождали. Волженные силы Азербайджана почистили пост, положили 14 человек. Оттуда стреляли и ушли на свои позиции. И вот еще один подписчик написал. Лад, по последним данным, их погибло 16 человек армян и около 40 раненых. Из них куча тяжелораненых. А значит, еще неизвестно, сколько станут из них груз 200. Вот еще пишут 16 погибших. Ну, вполне возможно, что сами армяне признали, что вот у них тут 66 человек уже погибло. Вполне возможно, что и в этой перестрелке и погибло этих 16 человек. Уж армяне не сообщают никогда эту информацию. Ну, поехали дальше. Вот тут заявление такое интересное было. Это председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шантоп заявил, что атаки Армении показали, что у этой страны есть потенциал для ведения региональной войны. Не знаю, какой там у армян может потенциал быть. Они всю войну драпали от азербайджанской армии. Все время за них эти российские миротворцы должны были воевать. Атаки Армении, Нахичеване, другие приграничные районы Азербайджана показали, что типа у Армении есть потенциал для ведения региональной войны. Что-то я очень сомневаюсь, что у Армении сейчас потенциал. У них там денег нет на вооружение. У них там уже кризис финансовый грозит. Армяне заявляют, надо подождать момент и забрать у русских все свое. Сейчас что тут пишут. В Армении все чаще звучат голоса, что армянам с Россией не по пути. Надо двигаться в сторону Запада. Россию ждет неизбежный распад в ближайшее время. Армянам нужно будет выждать подходящий момент и забрать у русских все свое. Это сделал армянский политический обозреватель Нацаканян. Россия превращается в классическое несостоящее государство. Для Владимира Путина начался обратный процесс отсчета времени. Уже в ближайшую осенью по итогам выборов в Государственную Думу произойдет много интересных событий. И тогда, когда начнется неизбежный распад России, нам нужно забрать все свое у русских с помощью демократического Запада. Этот процесс уже начат. Ереван понимает, что нет никакого стратегического союзника в лице России и выбрал правильный путь в сторону Запада. За границей нам поможет, Запад с нами. Одним словом, нам с Россией не по пути. Вот такие заявления армяне делают. Ну и последняя тут большая такая статья, вам коротко почитаю. Подстава на границе. Какую ловушку расставляет в Москве Ереван? Ну да, Пашинян сейчас очень хитро стал там себя вести в последнее время. Тема возможного появления российских пограничников на государственной границе Азербайджана и Армении вновь в топе новостей. Но это вбросил Никол Пашинян. Последний вброс был. Мы выступаем за начало процесса демилитации, демаркации границ Армении-Азербайджана. Учитывая создавшую на границе ситуацию, есть смысл рассмотреть размещение опорных пунктов российских пограничников по всей территории армяно-азербайджанской границы, заявил он. Ну и вот тут пишут, что Путин все это просек как бы. И даже вот пресс-секретарь Дмитрий Песков, по сути дела, отказался комментировать идею Пашиняна, ограничивший тем, что напомнил, что усилили оси по установлению прекращения огня на границе. Тем более всего это напоминало адрес Николова Ваевича, совет перестать бузить и заняться делом. Пашинян тут хитро очень придумал форпост. Российские пограничники возьмут процесс демилитации, демаркации границ на себя и встанут на линии границы, соответствующей картам 75-го года. В этом случае за все потери территорий незаконно прихватизированных Армении время войны и оккупации отвечать будет уже Россия. А если российские пограничники займут позиции там, где попросят Ереван, то Россию сталкивают лбами с Азербайджаном. Более того, едва объявив о своей инициативе, Пашинян старается втягивать Россию в противостояние с Азербайджаном под соусом обязательства по ДКБ. В общем, Пашинян хитро решил так тут замутить, чтобы столкнуть лбами Россию и Азербайджан. Такая большая статья. Ну, думаю, Путин не дурак, он все понял, что Пашинян лег под Макрона, и он смотрит как на него взглядом таким подозрительным, что он готовит ему ловушку. Ну и все, сейчас Пашиняна быстро раскусили, и подстава на этой границе не пройдет. Путин быстро его поставит на место, я думаю. Так что Пашиняну не стоит играть с Путиным в эти игры. Так, ну все, ребята, вот на сегодня такие новости. Сейчас еще посмотрю, что тут у меня. Так, это мы уже просмотрели, просмотрели. Это мы уже про убитых просмотрели. В общем, вот такие новости. Ну, я говорю, вот вся игра сейчас начнется за эти демаркации, демилитации. Будут разборки Пашиняна с Путиным. Чем это закончится, непонятно. Ну, сейчас пишут, что у Еревана нет денег, чтобы выставить своих военных, свои посты. Это миллионы долларов, а у них нет средств. Они Москву сейчас привлекают, так сказать, российских этих пограничников-миротворцев. Ну, вот как Путин сейчас непонятно, что он ответит Пашиняну. Ладно, на сегодня все. Много наболтал. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.